Кто-то доверяет лунному календарю посадок, а кто-то нет. Если вы придерживаетесь его рекомендаций, оставайтесь с нами, разберемся в благоприятных и неблагоприятных днях марта. А если вы не доверяете луннику, все равно оставайтесь. Расскажу, какие культуры можно и нужно посеять в марте. Добрый день, уважаемые садоводы! Приветствуем вас на канале Антонов Сад. Если вы еще не подписаны на наш канал, конечно же, подпишитесь. Итак, благоприятные дни марта для работы с растениями. Это 3 марта, с 6 по 9 марта, с 11 по 13 марта, 16 марта, 17 марта, с 19 по 22 марта, 25, 26, 29 и 30 марта. Теперь неблагоприятные дни для посева и посадки. Это 1, 2, 18, 27 и 28 марта. И какие дни у нас нейтральные? Это 4, 5, 10, 14, 15, 23, 24 и 31 марта. Новолуние у нас 2 марта, а полнолуние 18 марта. 1, 2, 4 и 5 марта можно заниматься землей и теплицами. В южных регионах занимаемся их подготовкой к посадкам, а в северных накидываем внутрь снег. Если уже поджимают сроки, 4 марта можно посеять салат и лук на перо. 3 марта самый благоприятный день для любых овощных культур. С 6 по 9 марта занимаемся посевом и пикировкой овощных и зеленых культур, а также уходом и пересадкой комнатных растений. Дни благоприятны для борьбы с болезнями и вредителями. А вот 9 марта очень хороший день для посадки вьющихся растений. Хотите получить богатый урожай? Читайте наши дачные онлайн журналы на сайте журнал и дача. Только проверенные советы для садоводов и огородников. Выгодная цена от 20 рублей. При подписке журнал в подарок. 10 марта нейтральный день. Продолжаем заниматься почвой и обработкой от вредителей и болезней. А вот сеять ничего не стоит. С 11 по 13 марта отличный день для посадки всех овощных культур. Высаживайте их, исходя из условий своего региона. Лишь 11 марта исключите посадку корнеплодов. Хорошо будет провести в эти дни подкормку растений. 12 марта замачивайте и проращивайте семена. 14 и 15 марта исключите все работы с растениями. Займитесь почвой, борьбой с сорняками. Переберите овощи на хранение. В крайнем случае можно посеять на рассаду пряные травы. 16 и 17 марта идеальные дни, чтобы заняться цветами. Сеем на рассаду или в открытый грунт. Ну, если, конечно, позволяет погода. Можно пересаживать комнатные растения. 18 марта с растениями не работаем. Но это очень хороший день, чтобы заняться борьбой с сорняками. С 19 по 22 марта сажаем любые овощи, многолетние и луковичные цветы. Пересаживаем и подкармливаем комнатные цветы. 22 марта подкармливаем и рассаду. Пересаживаем и пикируем растения в любой день, кроме 20 марта. 23 и 24 марта боремся с болезнями и вредителями, обрабатываем землю. С растениями лучше не работать. Посевы проводим только в случае крайней необходимости. 25 и 26 мы высаживаем капусту, корнеплоды и овощи, которые предназначены для длительного хранения. Кормим рассаду и комнатные растения. Сажаем многолетние и луковичные цветы. 27 и 28 марта ничего не сажаем. Работаем с теплицами, почвой и проводим обработки от болезней и вредителей. Зато 29 и 30 марта даем земле отдохнуть. Начинаем заниматься ягодными кустарниками, посевом овощей и цветов, поливом. 31 марта обрабатываем теплицы, рыхлим почву, боремся с болезнями и вредителями. Что же можно сеять в марте? В первой декаде марта сеем перцы, начиная с ранних сортов. До середины марта сажаем баклажаны. Томаты садим во второй-третьей декаде месяца. С конца марта уже начинаем сеять белокочанную капусту. Также в марте сеем фенхель, сельдерей, спаржу. В конце марта кабачки на рассаду и лук-порей. Из цветов колеус, однолетний флокс, гвоздика, колокольчики, эхинацея, аквилегию, бархатцы, сальпеглосис, ампельную, каскадную и мелкоцветковую питунию. Но вот такие работы стоит проводить в марте, несмотря на то, как вы относитесь к лунному календарю. На этом у меня все. До новых встреч на канале Антонов Сад. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео. Если остались вопросы или у вас есть свой лунный календарь, обязательно напишите об этом в комментариях. До новых встреч на канале Антонов Сад.